Добрый вечер, это программа «Археология», студии Сергей Медведев, «Археология вторник», «Археология человек». И говоря о человеке, я хочу вспомнить одну из самых человечных и приятных церемоний, в которой мне довелось принимать участие в прошлом году. Мне выпало быть ведущим вручения премии «Просветитель» в конце 2012 года. Это премия, которая учреждена фондом «Династия», фондом Дмитрия Зимина. И она вручает ежегодно премию за лучшие научно-популярные «Просветительские книги». И вот одним из двух со-лауреатов этой премии стал автор его книга, автор Александр Мещеряков, японист, переводчик, профессор РГГУ, и его книга «Император Мэйдзи и его Япония». Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и, вы знаете, я эту книгу прочел, и я понял, что разговор, как всегда, да, так сказать, человек говорит о многих вещах, как тот заметил, но с особым аппетитом говорит о себе, с особым аппетитом говорит о России. И я понял, что хочется очень поговорить об опыте японской модернизации, модернизации в достаточно традиционном обществе, модернизации, которая во многом делалась по законам догоняющей модернизации. Япония, да, дважды в своей истории копировала чужую цивилизацию, и китайскую, и европейскую, и затем, естественно, возникают параллели с Россией. И вот, отталкиваясь от фигуры императора Мэйдзи, хотел бы я поговорить о том, насколько японский опыт модернизации является уникальным или универсальным, и что мы в России можем узнать, чему мы можем научиться у Японии. Ну, еще в качестве того, чтобы отрекомендовать нашего гостя, хочу сказать, что у него очень большое количество книг, интереснейшие совершенно книги о Японии. Например, одна из недавних книг под названием «Стать японцем» о том, как менялось японское тело. Книга японских обыкновений, гора Фудзи между землей и небом. Ну вот, сейчас поговорим о книге об императоре Мэйдзи и его Японии. Александр Николаевич, вы согласны с тем, с первой моей посылкой, что Япония, это, подобно России, тоже страна заимствований? По крайней мере, то, что происходило в течение последних ста лет или даже до того. Ну, до определенной степени, конечно, хотя, ну, бывает очень трудно определить, да, это, что заимствовало, что не заимствовало. Если мы будем начинать разговаривать о языках, что заимствовало, что не заимствовало, то мы окончательно запутаемся. Но, конечно же, для Японии второй половины девятнадцатого века Запад был определенной моделью. Но все-таки нужно иметь в виду, что, как сказать, это заимствование шло все-таки избирательно, да. Вот перед японцами как бы был такой огромный совершенно универмаг, там разные игрушки, разные вещи, и они все-таки очень серьезно выбирали, что им подходит, что нет, и в результате они сумели сохранить свою идентичность. А можно ли это сравнить с тем, что происходило за столетия до того, как Япония, в общем-то, училась у китайцев и брала у Китайской империи? Письменности, культуру во многом. Конечно, 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 безусловно совершенно. Но вот приведу пример из древности. Значит, вот Япония восьмого века, они строят централизованное государство. У них моделью великий Танский Китай, они все оттуда заимствуют, да, законы, законы, как должна быть устроена экономика, как должна быть устроена система землепользования. В частности, они заимствуют деньги, потому что раньше у них денег не было. Но потом оказывается, что деньги, оказывается, не нужны, что страна к этому совершенно не готова. И через полтора века они перестают отливать свою монету и спокойненько живут по-своему, да. Ну, то есть тот же самый принцип некого универмага. Япония берет некую другую состоявшуюся цивилизацию и выбирает те институты, которые ей наиболее подходят. Да, я думаю, что на самом деле это не уникальный японский путь. Уникально то, что Япония заимствовала и то, что она отвергала, видимо, так. А путь заимствования, он в этом и состоит, что сначала люди одушевляются, что есть некое более передовое общество или государство, они пытаются его скопировать, понимают, что это невозможно, что-то оставляют, что-то выбрасывают и дальше начинают считать себя уникальными. Ну, оно сейчас по-прежнему есть в Японии, вот это чувство уникальности особого пути совершенно? Да, конечно. Безусловно, это никуда не делось. Ну, так, по большому счету, я считаю, что история всякой страны, естественно, совершенно уникальна, потому что этот исторический опыт неповторим. Другое дело, что не нужно считать, что другие страны не являются уникальными. Ну, не все делают из этой уникальности национальную идеологию, по крайней мере, многие европейские страны или даже латиноамериканские. Конечно, безусловно. Японцы были очень озабочены тем, чтобы как-то отличаться, поддержать свою уникальность. Это было для них чрезвычайно важно и важно еще до сих пор. И во многом японское вот это вот стремление достичь, добиться успеха, то, что они делали в 20 веке сначала в военной области, а затем, потерпев поражение в экономической области, это тоже вот этим вот, так сказать, доказать всему миру, что они могут? Во многом да. Во многом да. Значит, до войны Япония пыталась построить такую азиатскую империю и доказать, что, ну, вот Япония – это лидер во всяком случае Азии, что Азия, она принесет освобождение от европейского колониализма. Но, потерпев поражение, значит, энергия нации была направлена в сторону того, чтобы доказать, что Япония может сделать это – это, то есть стать мировой державой в области экономики. И они старались не только для себя, да, а именно на благо страны. Это было чрезвычайно сильное убеждение. У японцев есть некое чувство превосходства по отношению к другим цивилизациям. Вот, как я понимаю, оно существует у Китая, да. Вот Китай – Срединная империя, вокруг варвары. У японцев нечто подобное есть? У японцев это бывало, да. У японцев это бывало, и там до войны, до войны, Япония пыталась построить такой мини-Китай, да. Значит, ложный был такой – восемь углов под одной крышей. Восемь углов – это, ну, восемь направлений, да. Одна крыша – это крыша, которая строится Япония. И японцы считали вполне искренне, что Япония является настолько уникальной, настолько мощной, настолько культурной, настолько цивилизованной, что она способна эту Азию объединить и дать отпор европейскому колониализму. Это островной менталитет в Японии. Вот она типичная островная страна. Трудно сказать. Островных стран довольно много, и Манагаскар тоже островная страна. Ну, я бы скорее с Англией здесь сравнил, чувствуя себя как… Англия, Англия – тоже островная страна. Здесь была очень интересная история, ведь как бы наименование «островная страна» в традиционном дискурсе было вполне уничижительным. И японцы в традиции себя «островной страной» никогда не называли. Вот какой-нибудь там острова Меланезии – это были, значит, островные страны. Мы – нет. У японцев было, наоборот, сильно вполне материковое сознание. Да, мы – страна земледельческая, совершенно не морская. Да, такого представления, что Япония – морская страна, и в заводе не было. Вот. Но когда Япония была вынуждена открыться насильственно миру, у них возник очень сильный комплекс неполноценности. Они сильно переживали. Они переживали, что у них нет сильной армии. Они считали свою культуру ничтожной. Они считали, что по своему телу, по росту, по весу они очень сильно уступают европейцам и переживали по этому поводу. А не это осталось, кстати, вот это вот чувство, ну, так скажем, физической неполноценности, что они ниже по росту? Ну, сейчас я скажу про Англию, и потом про рост, да. Но потом в ход пошел такой тезис. Англия – тоже островная страна, а посмотрите, это Великая Империя, и, значит, для островной страны это не является невозможной задачей. И они очень одушевлялись великобританским примером. Что касается комплекса телесной неполноценности, более или менее он, конечно, изжит. Его можно как-то встретить, но, в общем, это не слишком актуально. Это было что, в начале, в конце 19-го, начале 20-го века? Это было, да, в конце 19-го, в начале 20-го века. Потом где-то в 30-х годах появились различные работы философов, мыслителей и так далее, которые утверждали, что японское тело, наоборот, более совершенно, чем европейское. Это была прямая совершенно реакция на теорию желтой опасности, которая в европейском мире была чрезвычайно распространена. Говорим мы об эволюции Японии, японской модернизации с историком-японистом Александром Николаевичем Мещеряковым и продолжим после перерыва. Добрый вечер. У нас сегодня уроки японского на радио Финам.ФМ в программе «Археология». Японского, в смысле, уроки японской модернизации, японского пути. Говорим мы об этом с Александром Николаевичем Мещеряковым, историком-японистом, профессором Института восточных культур и античности РГГУ. Ну вот мы и начали свой разговор с островного менталитета, с некого чувства уникальности японского пути. Что меня интересует? Япония и большой мир, Япония и глобализация. Ведь, насколько я понимаю, японский мир изначально, он какой-то очень маленький, да, вот как этот, как сад камней, как чайная церемония, пространство дома вот за этой ширмочкой сделанное. Да, и японцы, по-моему, они очень развивают свое вот это вот внутреннее пространство. Каким же образом удалось им это конвертировать в такой, в общем-то, большой глобальный проект, которым является сегодняшняя Япония? Значит, проект, вот мы говорили о комплексе неполноценности, да, но важно и следующее обстоятельство. Они хотели преодолеть этот комплекс, да, и они посчитали, что они могут его преодолеть. Под это дело, значит, и проводились реформы. Япония должна быть сильной, Япония не должна уступать странам Запада, а, как вы понимаете, во втором половине девятнадцатого века все страшно боялись, что Япония станет какой-нибудь европейской колонией, непонятно еще, кто ее овладеет, да, но, тем не менее, вся Азия была европейской колонией. Ну да, пример Китая был перед глазами, опиумные войны. Опиумные войны, это ужасно совершенно на японцев производило впечатление, и поэтому... То есть это воспринималось в Японии, так сказать, они смотрели то, что происходит под боком, и на себя проецировали. Конечно, конечно, конечно. Вот, и они этого очень не хотели, и удалось довольно быстро доказать всем людям, которые проживали на территории японского архипелага, что они являются японцами, и что у них есть общая задача не допустить этого. И вот тогда стали проводиться реформы. Для того, чтобы проводить реформы, реально, недостаточно государственного аппарата, нужно, чтобы у всех горели глаза. В этом чрезвычайно большое отличие от нынешней российской ситуации, когда говорится, вот мы будем проводить реформы сверху, но глаза у населения совершенно не горят. А почему горели глаза? Почему вот удалось Японию так переориентировать? Что это был страх? Я не знаю, у меня, может быть, такие несколько упрощенные представления, такие медийные. Вот приплыли эти черные корабли Комодора Перри, и вот этот прекрасный, гармоничный, сбалансированный сигунат буквально как картричный домик рассыпался. Да, да, да. И что, вот этот вот страх этот двигал японцами, что мы станем колонией, с нами это поступит так же, как с Китаем? Да, был такой страх, это раз. Второе, для того, чтобы проводить реформы, нужно, чтобы население верило своему правительству. Да, значит, для того, чтобы верить своему правительству, нужно, чтобы это правительство было достаточно честным, чтобы оно само верило, и чтобы у этого правительства горели глаза. Это же всегда видно, да. Все все понимают, это глупых людей в этом смысле не существует. И поскольку правительство реально этого хотело, поскольку, значит, поляризация доходов была не слишком большой, она, конечно, была, это для каждого общества, это абсолютно неизбежная вещь, то люди верили, да, что мы и правительство это одно, и поэтому все действовали более или менее согласованно. Ну, и был правитель с горящими глазами, как я понимаю, молодой император Мейдзи, который... Да, безусловно. Это их Петр Первый? Не совсем так, потому что Петр Первый сам проводил реформы. Император Мейдзи, он на самом деле был достаточно пассивной фигурой, он ничего не решал, но другое дело, что из него сделали как бы символ нации, он был главой этого государства, он был зачинателем этих реформ, и он до определенной степени был как бы такой моделью, да, которая показывала пример. Для того времени были важны не только, вот как теперь это в учебниках написано, там, образовательная реформа, реформа армии и так далее, было важно посмотреть на бытовую сторону жизни этого императора, и он им демонстрировал, да, раз я переоделся в европейское платье, и вы можете и должны переодеться, раз я начал кушать мясо, и вы давайте кушайте прежние как бы запреты... А мясо традиционно вообще не ели, да? Практически нет. Да, да, до эпохи Мейдзи, да. Практически нет. То есть вот это всё Якитория, то, что появились, шашлычки, это всё новейшие изобретения. Это абсолютно. Мясо кушали только парии, да, только парии. Значит, нормальный японец, для него, ну, буддисты, да, мясо было грязной пищей, поэтому они его не ели. Вот существуют такие свидетельства, что в городе Осак, а это был крупнейший город, ну, и сейчас он крупнейший, тогда он был в 19 веке, там проживало 500 тысяч жителей, что там было всего-навсего 2 мясных едальни, да, 2 мясных едальни, население было 500 тысяч человек, и можно было подумать, что это некий шикарный ресторан, что там очень дорогая еда, ничего подобного, там еда была самая дешёвая для отбросов общества, да, для отбросов общества. Но сейчас мясо всё-таки входит в обычный рацион. Нет, оно абсолютно совершенно вошло, да. Но меньше, чем его западные цивилизации, да. Ну, во всяком случае, порции, порции, там, не знаю, с американскими или с немецкими не сравнить, да, но и наши порции не сравнить, да. Но во всяком случае, никакого предубеждения по отношению к мясу я не вижу. В общем, молодой медиа ломал себя, ел мясо, ездил на лошади, я у вас читал. Да, да, несчастный человек, он же был воспитан в полной совершенно неподвижности, императору предписывалось неподвижность, считал, что движение, ну, там, это разные подданные, пускай бегают вокруг, да, а уж император должен, как полярная звезда, быть на месте, и вокруг него должно происходить такое окружение. Но императору Мэйди пришлось и это нарушить, он взлез на коня, да, и это произвело колоссальное впечатление, потому что в среднеком, в одном среднеком источнике описывается император, который сошел с ума, и в качестве доказательства этого факта приводится следующий. Он забрался на коня, да, что для императора, ну, абсолютно совершенно невозможно. Что еще он делал? Ну, здесь я действительно нахожу какие-то параллели с Петром, как, так сказать, ассамблеи показывал, там, с женщинами, как надо общаться. Да, конечно, императрицу он свою тоже переодел в европейское платье и был создан в Токио такой вот клуб, что ли, он назывался Рокамейкан, это такая японская ассамблея, и там японская аристократия стала танцевать европейские танцы, да, значит, кавалеры приглашали дам, да, европейцы над этим очень насмехались, да, потому что в их глазах это японские манеры выглядели немножко нелепыми, но, тем не менее, это происходило, и это было очень важно, да. Ну, вот если брать ту модернизацию еще довоенную, мэйдзи, фантастический ведь совершенно взлет, если... Абсолютно фантастический. За 30 лет они уже подчинили себе Китай, и потом еще через 10 лет выиграли войну с Россией. С Россией, потрясающе совершенно, да. Чем такая скорость? Почему так быстро им удалось, опять-таки, скажем, вот если сравнить с Россией? Вроде бы то же самое, средневековая страна сама себя за волосы вытаскивает. Сама вытаскивает, это правда. Значит, вот серьезное различие, да, отношение к образованию. Как правило, когда развивающаяся страна решается на модернизацию, там вводится сразу высшее образование, университеты. В эти университеты приглашают иностранных преподавателей, потому что своих нет, и элита в них обучается, да. И в этом смысле создать университет намного проще, чем школу, да, всеобщую. В России так и произошло. Сначала университеты, а потом массовые школы, и, собственно говоря, до большевиков всеобщего образования не было в России, хотя там прогресс очень заметен. Но в Японии же, прежде чем создать университеты, начали создавать начальную обязательную школу, да. И вот это сильная разница в подходах, потому что люди сообразили, что без образования в этом мире ничего сделать нельзя. И как бы ставка делалась все время на повышение образовательного уровня. Традиционная образованность была достаточно высокой в Японии, да. Она была намного выше, чем в России. Там считается на середину XIX века, что 45% японских мужчин были грамотными. Включая крестьяны, включая все нижние сословия. Да, да, да. 45% мужчин, 15% женщин. Высокая очень, да. Да, я думаю, это и по европейским меркам на тот момент это была фантастическая цифра. Это абсолютно фантастическая. В России в 60-е годы XIX века грамотность оценивается в 6%. Да, я думаю, это побольше, чем в Лондоне, чем в Лидере, и так дальше, и так дальше не модернизация была. Да, да, да. Поэтому люди были приучены к работе с писемным знаком. Другое дело, что они раньше изучали? Они там изучали конфуцианские тексты, как младший должен уважать старшего и так далее. Что на самом деле это чрезвычайно важно тоже, да? Вот это вот я хотел спросить. Вот эти вот конфуцианские ценности, коллективистские ценности, то, что сейчас вот называют Али Кван Ю, то, что ввел в оборот азиатские ценности, они сыграли свою роль вот в такой вот быстрой модернизации? Огромную, совершенно огромную. Ведь когда проводится модернизация, традиционные устои, как правило, расшатываются, преступность увеличивается, младшие перестают уважать старших, воровства становятся больше и так далее. Ну да, распад патриархального контракта вертикального. Конечно, да. И в Японии это начало происходить там в 70-х годах 19 века, но они очень быстро сообразили, что это не очень здорово. И поэтому они вновь призвали конфуцианство, и это конфуцианство стало преподаваться в школах. И иерархия, общественная иерархия, она продолжала сохраняться, и за счет этого страна не потеряла управляемости, что очень важно. Она и сейчас сохраняется? Японцы вообще коллективисты по духу своему? Конечно. Глядя на японских туристов, вообще сложно в этом усомниться. Конечно. Как они, так сказать, как косичком сельди всегда идут за экскурсоводом с зонтиком, все в одинаковых панамках. Безусловно совершенно, безусловно. Значит, своеобразие Японии в чем стоит? Что, с одной стороны, японцы люди очень чуткие и склонные к рефлексии. С другой стороны, они люди и коллективистские. И здесь как бы совершается выбор. Да, я человек тонкий, но я понимаю, что мои индивидуальные ценности это все-таки нечто меньшее, чем ценности коллектива. И это такая своеобразная совершенно ситуация, потому что... Антизападная, то есть никакие здесь вот эти вот... В результате она совершенно не западная. Совершенно не капитализм по Веберу, никаких совершенно индивидуалистских... Нет, 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 нет. Очень мощные ограничители со стороны коллектива. И в общем и целом это работает. А как же капитализм удалось создать при таком мощном коллективизме? Ну, как, да... Корпорация? Значит, ну можно считать, что как бы более-менее современный капитализм Японии стал создаваться в 20-е годы, потому что тогда появились модели, которые до сих пор, несмотря на их эрозию, все равно работают. Да, значит, предприятие это семья. Да, можем называть ее квази-семьей, как угодно. Тем не менее, это семья. Существует система пожизненного найма. Глава предприятия, фирмы это отец или квази-отец. Да, все остальные, значит, дети, да... У каждого есть своя индивидуальность, да... Но, повторяю, внушается, воспитывается, что есть ценности больше, чем ты сам, да... И поэтому человек, с одной стороны, вполне себе эмоционально подвижный, рефлексирующий. И я так вообще это скажу, что современный японец намного тоньше, ну, на круг, да, западного человека, безусловно. Потому что для... в общем и целом, для западного дискурса характерно, как бы, подчеркивание собственной точки зрения и выпячивание «я». Ну, там, в крайних проявлениях, там, американских, да... Ну, я утрирую немножко, но... Ну, в общем, да, индивидуализм такой акцентированный. Ну, ты, американца, как бы, можешь слушать, да, ну и все, да, а он тебя спрашивать не будет. Ну, бывают и такие варианты, да. Японец всегда очень подстраивается под собеседника, да. Первым делом он, естественно, выяснит, кто вы и кто, как бы, по положению старше-младше, по возрасту или там, да, тут же складывается определенный тип отношений, которые он будет поддерживать, да. Таким образом, ну, как бы, в эту систему взаимоотношений вмонтировано, что он о вас думает, да, вмонтировано, да. Не то, что мы это равны, да. Вот равны, мы сейчас это будем обниматься, да, это ручковаться. Именно поэтому рукопожатие не вошло в японский обиход, хотя многое вошло с запада, в том числе и с телесной культурой, но рукопожатие не вошло, потому что рукопожатие – это принципиальный знак равенства. Равенства, да. Знак равенства. Япония – поклон. А поклон градуируется, да, можно кланяться ниже, выше, с таким градусом, с сяким градусом, и таким образом вы, как бы, выстраиваете свою систему отношений с каждым конкретным человеком. Там же специальные зоны для поклонов, да, я слышал, в лифтах, вот, скажем, в корпоративных лифтах, когда человек выходит из лифта, там, вроде, у выхода из лифта есть зона, где человек должен обернуться и поклониться тем, кто в лифте стоит. Да, 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 есть такая черточка. То есть это принципиально вертикальное иерархическое общество, которое сохранилось в 21 веке, когда весь мир идет к каким-то горизонтальным моделям. Оно, значит, конечно, подвержено эрозии, все равно оно сохранилось, но видите, какое дело, вот эта японская система, ты же не занимаешь там раз и навсегда данное тебе положение, да. Поскольку, значит, большое значение имеет возраст, да, каждый человек становится старше, значит, автоматически он становится более уважаемым. Вся система карьеры во многом выстроена на то, что, как бы, на выслугу лет, и ты становишься старше по положению. То есть, как бы, если ты начинаешь с нуля, это совершенно не означает, что ты этим нулем и закончишь. Ну да. И поскольку в общем и целом, значит, меритокаратические принципы игнорируются, то есть там по реальным заслугам, да, вот, то, конечно, в общем, каждый человек к старости становится вполне себе уважаемым. Более уважаемым, более лучше зарабатывающим. Да. То есть, поэтому мы видим так много счастливых японских стариков, потому что они, не то, что у нас там человек перевалил некий возрастной экватор, и дальше все уже. Система подвижная, она иерархичная, да, но по этой лестнице происходит движение, и я считаю это, ну, очень гуманным, на самом деле. Ну да, и гуманным по отношению к старикам меня всегда вот это вот впечатляло, насколько... И вот это, наверное, тоже конфуцианское, да, изначально идёт уважение к старости, к мудрости, и долгожительство же японское отсюда, наверное. Во многом, да. В Европе это тоже было, да, в Европе это тоже было. В любом традиционном обществе это в том или ином виде присутствует, как бы, уважение, уважение стариков, но в Европе это разрушилось. И в Европе стал, как известно, культ молодости. Да. Это безудержный, временами это смешнущий, идиотический. Я помню одного американца, он ко мне подошёл на одном фуршете, мы с ним не были знакомы, он говорит, давайте познакомься, как вы думаете, на сколько лет я выгляжу? Так, я думаю, тебе 60 лет, но я понимаю смысл твоего вопроса, я говорю, ты выглядишь на 50. Нет, он сказал, мне 60. Порадовали человека. Порадовал человека. Японец такого вопроса не задал. Японец такого вопроса не задал, но я проникся, как бы, японским духом, понимая, что ему приятно будет, да, но мне же не трудно ему это сказать, да. Продолжим наш разговор о модернизации традиции, о том, насколько японцы сохранили свои традиции в этом глобальном потребительском мире 21 века после перерыва. Добрый вечер, программа «Археология». Сегодня у нас уроки японского. Говорим мы с японистом, переводчиком, историком Александром Николаевичем Мещеряковым, профессором Института восточных культур и античности РГГУ. Говорим мы о японской модернизации, о том, как Япония сумела вписаться в 20-й и сейчас уже в 21-й век, сохранив, в общем-то, свою традицию. Сумела модернизоваться, сохранив традицию. Особенно с русской точки зрения интересно, потому что мы, кажется, так сказать, ни того, ни того не модернизоваться не сумели и традицию при этом успешно потеряли. Так вот, я хочу понять относительно японской традиции. Это маскарад или это реальная жизнь? Ну вот, позвольте, поясню, скажем. Ну, скажем, идем мы на борьбу с умо, да? Понятно, что, так сказать, традиционно все это, так сказать, там какая-то часть маскарада есть. Но в традиционной жизни японцы будут следовать традиции? Ну вот, как скажем, не в традиционной, а в повседневной жизни. Ну вот мне Европа ближе. Я жил какое-то время, часто привожу в пример, там, в Альпийском регионе. Я знаю, там, в Баварии, в Тироле. Они носят традиционную одежду, они с удовольствием носят традиционную обувь. Для них очень важна вот эта вот крестьянский их образ жизни. Вот в Японии осталась традиция как способ проживания жизни? Наверное, уже мало, да? Наверное, уже мало, потому что для того, чтобы поддерживать внешнюю традицию, да, нужен традиционный дом, да? Пока японцы жили в традиционных домах, да, это автоматически предполагает, что ты ходишь в кимоно, да, ты это, в этой фуро купаешься и так далее. Сейчас, когда 95% уже не живут в традиционных домах, многие внешние вещи, они ушли. А в квартирах это не сохраняется? Перегородки вот эти вот все, низкие столики, садик? Обычно они сохраняются, есть и такие, но в любом случае этого становится все меньше и меньше. Когда человек идет в кимоно, ему не удивляются, да? Ну вот я приведу такой пример. Я с своей подружкой этой осенью пошел в один храм, там была замечательная выставка, и она, значит, одела кимоно. Когда ты идешь по улице, никто на нее не обращает внимания. Но, тем не менее, когда мы входили, служитель сказал, ага, это был вечером, сегодня ты третья, которая пришла в кимоно, да, за целый день. Он это с оценочным каким-то, с одобрением, он сказал? Ему было приятно. Но именно служитель храма. Да, да, ему это было приятно. Но, тем не менее, статистика, ну вот как бы по одежде, она вполне себе в пользу традиции не свидетельствует. Но, важная вещь, да, какие-то внешние показатели, может быть, и уходят, а внутренние не уходят. Вот, Фукусима, да, все же поражались и в Европе, и в Америке. Как-то так это у вас случилось, и никакого мародерства нет. Да, да. Вот прям с некоторым негодованием даже. С той же Америкой сравнить, с Катриной, да, когда затопило. Конечно, конечно. Когда меня спрашивали журналисты, и в тот момент я давал очень много интервью, почти возмущение звучало в этом опросе. Как так у всяких нормальных людей в такой ситуации должно быть воровство и грабежи, а у вас нет? Почему? Ну и почему? Нету. Нету. Вот это вот прописанный традиционный кодекс чести, достоинства. Видите, какое дело, значит, вот на Западе всюду говорят о торжестве закона и все такое прочее. Да, это правильно. Но, значит, каким образом, ну, в Среднейковом или даже в Новое время осуществляется контроль над человеком, да? У него две главных силы, которые его контролируют. Это религия, да, и закон. Значит, поскольку религия, значит, сдаёт свои позиции, всё большее значение приобретает закон. Поэтому, когда стражи порядка, а в случае, там, катастрофических каких-то бедствий, стражи порядка не могут проконтролировать людей, довольно значительная их часть полагает, что она может думать, может делать, чего ей нравится. Ну, да, когда уходит закон, то общество разваливается, нет вот этого вот ночного сторожа, государства. Конечно, государства, нет божьего ока, да? Ведь, ну, как в Среднейковом обществе? Бог тебя всегда видит, это недреманное око. Ну, это да, то, что социологи Тониус говорят, вот это гемайншафт и гизельшафт. Общество, так сказать, традиционное, основанное на кровном родстве, будь то религия, будь то нация, или общество контрактное, вот эти вот гизельшафт, и контракт – это закон. Конечно, да, в Японии где-то с 17 века религия довольно сильно сдает свои позиции, да, ведь конфуцианство – это такая идеология, которую религию считают жалким шаманством, да, и конфуцианство говорит, не верьте этим людям, которые вам обещают бессмертие, никакого бессмертия нету, да, есть только посесторонняя жизнь. Но, тем не менее, эту посестороннюю жизнь нужно жить достойно, чтобы никогда ты не стыдился своих поступков, чтобы твои родители, чтобы твои родичи, чтобы твои соседи, да, они бы за тебя не стыдились. Я хочу сказать, что века 17-го японская жизнь стала выстраиваться без расчета на религию и вот это недреманное око, да. А где же санкция, где, собственно, для человека стимул – жить не постыдно, вот в этой конфуцианской парадигме? Ну, как это, значит, человек, который совершил постыдный поступок, ну, как это, самурайская харакири, да. Как общественное осуждение, да? Общественное осуждение, конечно, да. То есть санкция в виде общественного договора такого, да. Отчасти, безусловно, закона, но самое страшное, да, что до сих пор внушают японскому ребенку – ты не должен совершать ничего такого, за что тебя стали бы стыдить. Да, это очень страшная вещь, да. И это то, вот, что объясняет поведение японцев, что нету мародерства. Вот я был, Фукусима, даже вот я помню, что там люди нашли и вернули хозяевам 20 миллионов долларов. Да, 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 да. То, что, так сказать, были оставлены в домах и так далее. Да, 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 да. Ценности все возвращали. Да, 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 да. Это абсолютно нормальная вещь, да. Ведь, ну, вот проводятся такие социологические эксперименты, какую-нибудь хорошую вещь в разных странах, да, в городах выставляют на улицу. Дальше смотрят, через сколько времени она исчезнет, да. Вот. В Японии она не исчезает. Я сам был… Ну, что, и в больших городах, в Токио. Да. Я сам был свидетелем. Значит, в 96-м году я работал в городе Киото, там, на окраине, да. И, ну, там, рядом с тем местом, в котором я жил, был брошен велосипед. Да, был брошен велосипед. В 97-м году я уехал, да. Я вернулся в 99-м году. Велик стоял на месте. Никто его не тронул, да. Да, когда он был брошен, он был это поприличнее, конечно. В 99-м он так это немножко проржавел и все, но, тем не менее, никому не пришло в голову, да, потому что это чужая вещь, а как можно взять чужую вещь, да. Другой я тоже слышал, что якудза в таких тяжелых ситуациях, они помогают людям вот после землетрясения в Кобе в 95-м году. Да, да, помогают, да. Это удивительная, безусловно, вещь, да. Там в японских городах, когда этих самых якудза видишь, это вообще-то неприятные персонажи. Это такие тяжелые челюсти там и все такое. Как из фильмов Китана, да, это похоже? Да, 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 это видно, да, что по прикиду, по всему видно, но прикид такой и вид такой, но, видите, в какую-то трудную минуту понятия остаются, да. Ведь японские якудза, в отличие от фильмов Китана, да, они убийствами в общем не занимаются, да. Это что, альтернативная система правоприменения? Ну, да какой-то, ну, якудза чем занимаются, да, это, они содержат публичные дома, о которых полиция знает, и по закону, значит, публичные дома запрещены, да. Но общество с очень глубокими традициями, там, сексуальной культуры, оно всегда считало, да, что эта вещь есть, естественно, потребность организма, да. Поэтому после войны, там, под европейским влиянием приняли законы, публичные дома запрещены, но, как бы, всякому человеку понятно, что запретить это нельзя, да. Ну, поэтому будем это дело контролировать, пускай, пускай оно будет, да, но в каких-то там разумных пределах, да. Ну, чего еще якудза контролирует, там, мелкие горные бизнесы, которым тоже известно, да, значит, контролируют отчасти, да, безусловно отчасти, но, во всяком случае, их много, значит, в строительном бизнесе, ну, как известно, мафия всегда очень любит строительный бизнес. Ну, мусорный, наверное, тоже мафия обычно, если смотреть. Городские сервисы обычно. Городские сервисы, про мусорный точно не знаю, но вот про строительные известно. Но важная вещь, да, контролируют, контролируют, но что-то я ни разу не слыхал, что построено было плохо, да. Ну да, то есть, как в Италии, скажем, это было, что там цемент не докладывали. Не слышал, не слышал я такого, да, значит, как известно, в нынешней России, да, существуют огромные совершенно откаты и все такое прочее, и строится при этом плохо. Даже точечные проекты не проходят, да. Ну да, да, понятно. Вы знаете, вот я о чем сейчас хотел еще поговорить. Вот вы такую область упомянули, как публичные дома, и свой опыт хочу рассказать не с публичным домом. Я жил в свое время в той, ну не жил, я там две недели прожил в таком традиционном районе. Я жил в этом Риакане в гостинице, где все там в гетто ходишь, так сказать, футончик убираешь. И путь мой от станции метро, Синдзюку, по-моему, проходил мимо нескольких таких веселых кварталов. Там стояли женщины, которые, видимо, привлекали клиентов. И вот что интересно, проходил я, белый человек, я просто шел к себе. При виде меня они демонстративно отворачивались. Я нигде в мире подобного не видел. Я чувствовал, так сказать, не то, что свою неполноценность почувствовал, но какое-то очень сильное культурное вот такое вот неприятие. То есть то, что вот называется, да, гей-гей-дзин, да, по-моему? Гай-дзин. Гай-гай-гай-дзин. Вот я хотел по этому поводу поговорить. Насколько японцы открыты внешнему миру? Ведь у нас их практически не принимает внутрь себя иностранцев. Значит, они от вас отворачивались не потому, что вы такой-то страшный, да, а потому, что они сами стеснялись, что они этим делом занимаются. Они знают, что белые люди так, в принципе, на круг, да, они это не одобряют, да, поэтому они отворачивались, да. Японское общество, ну, значит, вот впервые я был в Японии, да, в 74-м году, да, тогда за мной, я жил в пригороде Токио, по улице бежали мальчишки, показывали палец и кричали гай-джин, гай-джин, то есть это иностранец, иностранец. Я был в диковинку. Бывали случаи в Токио уже, когда я спрашивал дорогу по-японски, люди от меня бежали в испуге, да. Что говорит иностранец, говорит по-японски. Да, вот как-то это, да. Когда в 99-м году я жил в пригороде Киото, и, значит, шел по улице, и было видно, что я местный, потому что я шел с дочкой, да, это с хозяйственной сумкой в магаз. У нас уже меня спрашивали, меня спрашивали дорогу, и даже не спрашивали, говорю по-японски, или нет, спрашивали, как бы туда пройти, да, вот какой-то в мыле весь человек приехал, да, вот. Да. Уже не смущало, да. Так что происходит, происходит, конечно, интеграция и все такое прочее, но до конца, да, довольно трудно. Но здесь дело может быть не только в японцах, но и в европейцах тоже, потому что европеец, приехав в Японию, не желает играть по местным правилам, да. Он не хочет подчиняться этому коллективизму, он все время подчеркивает, какой он молодец, какой он умный и так далее. И, естественно, совершенно возникает диссонанс. Но при этом все-таки японцы, по-моему, очень сильно, с другой стороны, сами воспринимают какие-то внешние признаки европейской жизни. Вот, я думаю, скажем, глядя на гинзу, эти все рекламы, какое-то совершенно фантастическое потребительство японцев. Да, да, конечно. Никто так не закупает. Или глядя там на вот эту вот продвинутую молодежь, все эти молодые ребята с крашенными коками, девочки, балдевающие от последних гаджетов. Вот как-то они, как-то даже акцентированно, они так вписываются в европейскую цивилизацию, как сами европейцы этого не делают. Значит, отчасти это так. Во-вторых, я должен вас огорчить, что вот этих, значит, скоками, этих самых ирокезов уже нету. У меня устаревшая информация, да. Я был поражен, я был это осенью, я пошел в район Харадзюку, да, и там их не было. Я спросил свою подругу, чего? Она сказала, стало не модно. Я говорю, а чем модно? Говорит, черные волосы модно, да. Родные японские. Родные японские волосы стали модны, это раз. Во-вторых, да, когда ходили эти ирокезы, значит, ситуация экономическая была получше, ведь в Японии с таким ирокезом на работу не примут, да. Ну да. Их кормили родители, родители были побогаче. Сейчас экономическая ситуация хуже, у родителей денег намного меньше, поэтому нужно устраиваться на работу и нужно этот ирокез, ну да, поменять на что-то более общепринятое. Но культура потребления при этом все-таки остается такой же безумной. Остается, да, остается, остается, да. У меня тоже это производит сильное и зачастую не самое приятное впечатление. И это вот как раз западное, да, они пытаются копировать западные потребительские привычки. Вы знаете, ну, на что внимание обращают все европейцы, там, скажем, посмотрев японские телевизоры, это правда, там огромное количество рекламы еды, да. Это огромное, совершенно невероятное, но, значит, в предыдущий период, да, вот там 18 веке, да, в городе Эду, нынешнем Токио, было огромное количество едалин, и вот эта потребительская культура еды была очень развита, да. Ведь в этом самом Эду мужчин было намного больше, чем женщин, да, это самое, по разным историческим обстоятельствам, и поэтому там возникала сфера обслуживания, да, довольно, довольно разветвленная. И этих самых, и едалин, и публичных домов, да, и гостиниц, это было очень развито, но уж с 18 века это совершенно точно была такая, разветвленная очень инфраструктура, но и Эду, это, между прочим, миллион человек проживал, в Европе такого города не было. Ну да, гигантский совершенно. Вы знаете, вот сейчас мы говорим о японских едальнях, о культуре, суши, я думаю, сейчас с другой стороны посмотреть на японскую модернизацию, не то, как они принимают внешний мир, а что они дали, Япония дала внешнему миру. Вот, скажем, японские гаджеты, начиная с плееров, да, ведь они же первые изобрели видеомагнитофон, это гигантский прорыв был, да, 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 да. Историю технологии, то, что не в кино надо ходить, а дома надо смотреть. Да, да, конечно, да. И это вот, где культурные курни этого? То, что вот этот вот японский дом, сад, и то, что ты у себя дома обустраиваешь свое пространство, и в результате ты получаешь там тамагочи в карман, плеер в ладони и так далее. Культура миниатюрности, вот этих гаджетов. Культура миниатюрности, которая очень давно существует, да, ведь знаете, какое дело? Почему отчасти, да, Япония там, ну, в свое время преуспела в этой самой микроэлектронике, да, когда роботов не было, и когда это сидели люди, и все это дело клепали, да. Да, ведь дело в развитой мелкой моторике, да, когда ты пишешь иероглифы ручкой, у тебя эта моторика чрезвычайно развита, да. И у современных японцев, хотя они уже там, конечно, компьютерами пользуются и все, но в школе, естественно, пишут все это рукой, да, карандашиком все это пишут, и пишут это бесконечное количество раз. Поэтому в пальцах у них очень большая, очень большая чуткость, да, и, во-вторых, иероглифика развивает это, естественно, трудолюбие, да, это чем больше раз напишешь, тем это лучше будешь знать. Это приучает к труду, и там западные фирмы очень любят людей, которые знают японский или китайский язык не потому, что он нужен им в работе, но потому, что они прошли эту школу, да, и они знают, что эти люди это трудолюбивые, да. Вот, поэтому вот эта мелкая моторика, она тоже сыграла, безусловно, свою роль, да, и на японских... То есть они изначально были хорошие сборщики, мелкоэлектроники? Конечно, да, они могли делать мелкие и точные операции. А если брать само изобретение вот этих мелких гаджетов, это как-то прописано в японской культуре? Я думаю, безусловно, прописано, да, потому что давным-давно ставка на маленькое, маленькое жилое пространство, да, и поэтому вещи там должны быть подходящими к этому пространству. Японцы фактически изобрели, значит, складные зонтики, предположим, да. Да, японцы, между прочим, изобрели складные веера, это еще в глубокой древности. Сам веер изобрели в Китае, но уже в средние века, да, он в японских руках стал складным, да. Вот, как известно, в японском традиционном доме все так устроено, он маленький, да, что там никакой мебели нет, а если нет, то она, да, вся очень маленькая, маленькая и компактная. Поэтому, и как бы вот эти гаджеты, они были вполне естественным продолжением традиционной культуры. Ну, то есть здесь, видимо, тот вывод можно сделать, что культура рождается как некий способ взаимоотношения человека с пространством. В очень большой степени, конечно, да. И может быть здесь, возвращаясь к тому, с чего мы начали, может быть здесь и заключается главное различие между Японией и Россией? То, что мы в нашем большом пространстве не смогли освоиться, а японцы прописались очень хорошо в своем маленьком. Отличий много, это чрезвычайно важное отличие, да. Я называю это японскую культуру, значит, близорукой, а русскую дальнозоркой, да. Как бы покорить такие просторы, которые покорились русским, это мало кому удавалось в мировой истории, да. Очень точно, но при этом не обращать внимания на качество собственного дома. Что под ногами, да, что под ногами. А у японцев это наоборот, да. Они не создали там никаких, никаких замечательных трансатлантических кораблей там, никуда не плавали, никуда не ходили, но они вот это подножное пространство, они осваивали чрезвычайно тщательно, да. Ну да, и фактически это оказалось более долгосрочной, что ли, стратегией, потому что сумев, не знаю, изобрести такую миниатюрную цивилизацию, и они эти образцы вот этой вот миниатюризации сумели их спроецировать во внешний мир. На данный момент, да, что будет дальше, мы не знаем, да. С этим, с этим вы совершенно правильно говорите, но когда японцы попробовали, попробовали несвойственный для них способ поведения, покорение пространств до войны, да, дело даже не в том, что они проиграли, да, а в том, что это не имело никаких шансов на победу вообще, и только человек, который не представляет себе размеры мира, мог объявить войну Великобритании и Соединенным Штатам, да, в декабре 41-го года, и тем самым объявив войну вообще половине мира. Да, да, да. Вот это та самая близорукость, о которой вы говорите. Абсолютно, да, абсолютно, да. Ну да, ну и мне кажется, Япония очень хорошо уроки извлекла из поражения. Я считаю, что пошло в правильном, конечно, направлении. Они решили, что вот это им не удалось, не дается, и нужно что-то сделать соответствующее национальному характеру, да. Вот это свое трудолюбие, привычку к мелким операциям, хорошая организация, кооперация людей, а современное производство обязательно требует такой очень тесной кооперации многих людей, и это у них получилось. Ну да, как-то и атизм из этого вырос и так далее. Ну что ж, время наше, к сожалению, закончилось. Я думаю, вам не привыкать, как японист, только ограничениям по пространству. Но что имело начало, обязательно будет иметь конец, и наша передача тоже. Да. Но вывод, который я сделаю, мне бы очень понравилась ваша метафора, близорукая культура. И вот это вот умение японское обустроить свое собственное жизненное пространство, то, что близко к собственному телу, но это, как мне показалось, явилось невероятно долгосрочной стратегией, то, что вот Япония сумела с этим совсем так хорошо войти в мир конца 20-го и пока 21-го века. Да. Ну что ж, благодарю вас за участие в нашем разговоре. Александр Николаевич Мещеряков, профессор Института восточных культур и античности РГГУ. Это была программа «Археология». Ваш археолог Сергей Медведев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует...